Барановичские десантники нестандарта отметили день ВДВ. С коробками фруктов и другими подарками они посетили воспитанников Барановичского социально-педагогического центра с детским приютом. Житель города Роман Жуков никогда не забудет дату своей помолвки, ведь предложение любимой девушки он сделал в день ВДВ. Свидетелями торжественной церемонии, предложения руки и сердца стали горожане. В связи с установившейся аномально жаркой погодой волонтеры Белорусского общества Красного Креста в рамках акции «Жара» бесплатно раздавали воду страдающим от жары горожанам. Волонтеры дежурили в многолюдных местах. Ликвидировать гепатит – такой девиз и стратегию мер на ближайшие 13 лет предлагает Всемирная организация здравоохранения ко Всемирному дню борьбы с гепатитом. Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Вести Барановичи». Накануне на всем постсоветском пространстве отмечался День воздушно-десантных войск. В Белоруссии – День десантника и сил специальных операций. В прошлом году барановичские десантники изменили представление людей о празднике, который устойчиво ассоциировался с купаниями в фонтанах. В этом году они решили продолжить традицию и провели благотворительные акции. С коробками фруктов и другими подарками они посетили воспитанников Барановичского социально-педагогического центра с детским приютом. В Барановичах прошла уже ставшая традицией акция. В День десантника и сил специальных операций воины-интернационалисты и десантники посетили социально-педагогический центр с детским приютом на улице Бреской с коробками фруктов и другими подарками. Довольно-таки масштабного характера в праздник. Уже кануло в лета проводить, сидеть просто в парке и искать фонтаневоды. Поэтому лучше провести таким образом. То есть это уже у нас вошло в традицию. Когда во всех городах в этот день улицы и фонтаны городов заполняют люди в теляшках и голубых беретах, барановичские десантники проводят этот день культурно. После благотворительных акций их ждет концерт и культурное мероприятие, посвященное Дню ВДВ. Мы еще с прошлого года ее проводили. В этом году, как и обещали, в прошлом году уже не только к детям в приют, но и к детям-инвалидам. Ну, социальное учреждение тоже с подарками. Они, кстати, нам тоже приготовили концертную программу. После этого мы тоже с подарками и к ним придем. А уже оттуда у нас самое главное мероприятие – это наш концерт с группой, с ансамблем. Будет наша уважаемая приеста, шоу-группа выступать. Вот, нас поздравляют. Ну и, я думаю, придут многие люди с района, приедут. Десантники живут по принципу «никто, кроме нас». Именно поэтому они считают своим долгом продолжить посещать приюты и дома-инвалиды в рамках своих благотворительных акций. Десантники подарили детям подарки, спели им песни, а также рассказали о службе в воздушно-десантных войсках. Ребята были рады не только подаркам, но и возможностью послушать военных, а также примерить береты. Мы очень рады, конечно, сегодня, что сегодня в такой светлый, хороший день, праздник военно-десантных сил. Ребята нашли время, чтобы прийти к нам, что это стало доброй традицией. Каждый год приходят с подарками, развлекают детей с играми. Мы очень рады. И, конечно, не только ребята, которым не хватает какой-то тепла, особенно, может быть, даже мужской доброты. И мы надеемся, что эта традиция будет продолжаться и дальше. В следующем году десантники готовят не только благотворительную и культурную программу, но и показательное выступление. Десантник Роман Жуков никогда не забудет дату своей помолвки. Весь предложение любимой девушки он сделал в День ВДВ. Свидетелями торжественной церемонии, предложения руки и сердца стали наши горожане. Житель нашего города Роман Жуков никогда не забудет дату своей помолвки. Ведь предложение любимой девушки он сделал в День ВДВ. Свидетелями торжественной церемонии и предложения руки и сердца стали наши горожане. Отправляясь на свидание к любимому человеку, Надя, пожалуй, не догадывалась, что ее ждет. Но то, что сюрприз будет, можно было догадаться. Ведь незнакомые ей парни в голубых беретах и тельняшках по дороге подходили и дарили цветы. Роман ждал Надю у фонтана на площади Линина. Именно здесь, на глазах у прохожих и друзей, он сделал ей предложение. Девушка приняла предложение избранника. Без романтики отношения невозможно, убеждены молодые люди. Это прекрасный повод показать силу чувств, а заодно свою неординарность. Прохожие восторженно наблюдали за происходящим и наверняка вспоминали свою молодость. Теперь 2 августа войдет в историю этой семьи не только как День десантника и сил специальных операций, но и как День помолвки. Уборку зерновых в Брестской области планируют завершить в течение 10-13 дней. Уборочная площадь в Брестской области составляет 346 тысяч гектаров. На 2 августа убрано треть площадей. Намолочено 400 тысяч тонн зерна при урожайности 30 центнеров с круга. В уборке зерновых и зернобобовых культур Брестской области задействовано 1508 зерноуборочных комбайнов. На период уборки хозяйство обеспечено механизаторскими кадрами. Дополнительно привлечено 694 механизатора из городов. В этом году планируется собрать 1 миллион 200 тысяч тонн зерна. Летний зной накрыл Беларусь. 2 августа был самый теплый день лета. Жители Барановича не избалованы такой щедростью природы и не ожидали столь высокого градуса, хотя синоптики его и прогнозировали. Сотрудники Красного Креста подготовили для горожан акцию «Жара». В связи с установившейся аномально жаркой погодой волонтеры Белорусского общества Красного Креста в рамках акции «Жара» бесплатно раздают воду страдающим от жары горожанам. Волонтеры дежурили в многолюдных местах. На железнодорожном вокзале рынки возле центральной поликлиники и поликлиники номер 3, которая обслуживает жителей Барановичского района. По словам волонтеров, на проходящую акцию люди реагируют по-разному. Спрашивают, что за акция, чистая ли вода. Некоторые сомневаются в том, что воду раздают бесплатно. Другие с радостью пользуются возможностью освежиться и пополнить водный баланс организма. Барановичская организация Красного Креста проводит подобную акцию не первый год. Уже не первый год Барановичская организация Красного Креста в жаркие дни проводит акцию «Жара». Это акция республиканская, она проходит по всей Республике Беларусь. В этом году целью нашей акции является помочь людям пережить жару. Вот, наверное, жители нашего города Рады наконец-то и к нам дошла эта жара. Вот, волонтеры работают в местах скопления народа. Всем желающим предлагают выпить стакан воды. Поэтому, если вы увидите наших волонтеров в красных майках с эмблемой Красного Креста, не стесняйтесь, пожалуйста, подходите, просите у них воду, чтобы пережить жару. Операция «Жара» объявляется, когда температура воздуха превышает 30 градусов Цельсия. Надо отметить, что по всей Брестской области волонтеры бесплатно раздают воду страдающим от жары людям. Акция «Жара» проводится ежегодно при спонсорской помощи компании-производителя. Полученные областью полторы тысячи бутылок питьевой воды емкостью один литр распределили между районными организациями Красного Креста. Бесплатную воду волонтеры раздают в местах наибольшего склопления людей. Первоочередное внимание оказывается пожилым гражданам и родителям с детьми. По прогнозам синоптиков, в первые дни августа температура воздуха может достигать 35-36 градусов, поэтому акция «Жара» будет продолжена. В Брестскую область в текущем году распределились 377 выпускников медицинских университетов. Среди нового пополнения есть педиатры, стоматологи, акушер-гинекологи, антезиологи, реаниматологи, диагносты, психотерапевты, специалисты центров гигиены и эпидемиологии. Почти половина молодых врачей получили распределение в учреждения здравоохранения Бреста, Барановича и Пинска, а также медицинские организации областного подчинения. Сейчас медучреждения Брестской области укомплектованы врачами на 96%. За последние пять лет их численность увеличилась практически на 800 человек. При этом в регионе ощущается нехватка врачей ультразвуковой и функциональной диагностики. Также этим летом первые рабочие места в регионе получили более 500 представителей среднего медперсонала. Они являются выпускниками Брестского и Пинского государственных медицинских колледжей. В 2010 году Всемирная организация здравоохранения провозгласила 28 июля Всемирным днем борьбы с гепатитом, придав ему статус одного из четырех официальных дней, посвященных конкретному заболеванию. Всемирный день борьбы с гепатитом проводится для того, чтобы повысить осведомленность о вирусном гепатите, сделать лечение доступным, а программы профилактики более эффективными. Впрочем, сам человек в современном мире должен хорошо ориентироваться и, как говорится, защитить себя сам, учитывая, что основными путями передачи по-прежнему остаются незащищенный половой акт, инъекции психотропных веществ и немедикаментозные манипуляции, такие как набивание татуировок и маникюр. Ликвидировать гепатит. Такой девиз и стратегия мер на ближайшие 13 лет предлагает Всемирная организация здравоохранения ко Всемирному дню борьбы с гепатитом, который ежегодно проводится. В настоящее время решение медицинских и социальных проблем, обусловленных заболеваемостью вирусным гепатитом, стало первоочередной задачей мирового сообщества. На 69-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения представители правительств 194 стран приняли глобальную стратегию ВОЗ по борьбе с вирусным гепатитом, целью которой является элиминация гепатита В и С к 2030 году. Белорусские эпидемиологи призывают соблюдать меры предосторожности, ведь болезнь опасна тем, что очень долгое время может протекать скрыто, за что гепатит С иногда называют ласковым убийцей. Опрос выявленных носителей вируса, проведенный минскими инфекционистами и эпидемиологами, показал, что около 20% считают, что получили вирус половым путем, 11% можно связать с инъекционным введением психотропов. Еще 9% связывают свое заболевание с немедицинскими манипуляциями, парикмахерские, маникюрные и тату-салоны. На долю медицинских манипуляций у нас приходится 0,02 от всех случаев. Более высокая выявленность больных гепатитом С связана с тем, что в Беларуси существенно расширен список категорий граждан, которые подвергаются обязательному скринингу. До 17 позиций вместо 6 категорий, которые рекомендует Всемирная организация здравоохранения. За 6 месяцев 2017 года в Барановичском регионе зарегистрировано 15 случаев хронических вирусов гепатитов B. Заболеваемость ими снизилась на 16%. Число носителей возбудителя вирусного гепатита B увеличилось с 4 случаев в 2016 году до 6 случаев в 2017 году. Среди путей передачи в Барановичском регионе преобладает половой путь – 87%. Каждому следует помнить, что гепатит по воздуху не передается. Будьте разборчивы в сексуальных контактах, не употребляйте наркотики, не используйте чужую зубную щетку, притвенные принадлежности, расчески, не делайте маникюр и пирсинг в сомнительных местах. Почти полсотни команд примут участие в экологическом фестивале «Спортивные сенокосы», который пройдет 12 августа в деревне Высокое Березовского района. Основными мероприятиями программы фестиваля станут 11-й национальный чемпионат по ручному сенокошению и четвертый открытый чемпионат по футболу на болоте. Для участия уже зарегистрировались 33 команды костов и 10 футбольных дружин. Помимо этого, гости и участники фестиваля смогут испытать свои силы на экологической тропе, понаблюдать за птицами со специально оборудованной площадки. В программе также запланированы футбольный фристайл, подъем на воздушном шаре и другие сюрпризы от организаторов. Этой информацией мы завершаем сегодняшний выпуск, а наш эфир продолжит программа «Гость студии».